Лидер Северной Кореи позаботился о своей стране заранее и закрыл ее задолго до коронавируса. Александр Лукашенко не такой, Беларусь открыта для всех. Так шутят белорусы. А сейчас поговорим серьезно. Привет, меня зовут Яна и я расскажу вам про влияние коронавируса на уязвимые группы населения. Например, на задержанных, таких как Павел Северинец и Виктор Бабарико. По информации МВД, в учреждениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. С 12 марта раз в 30 дней временно разрешена дополнительная передача чеснока, репчатого лука, яблок, лимонов, апельсинов общим весом до 10 кг, а также одного комплекса витаминов. Уже третий месяц приостановлены краткосрочные и длительные свидания заключенных с родными. Обстановка у нас находится под контролем. Были предприняты превентивные шаги нами, которые были направлены на недопущение проникновения к нам данной инфекции. Мы вынуждены были ввести ряд ограничений на свидания, то есть мы перенесли те, которые были обнаружены. Личные встречи в некоторых учреждениях заменили на видеозвонки. Так, заключенные в колониях Могилева, Минска и Бобруйска уже воспользовались звонками в скайп. В июне в центрах изоляции правонарушителей отказывались принимать передачи для тех, кто там содержится. Такие меры введены скорее не для улучшения эпидемиологической обстановки, а в связи с задержанием большого количества людей, обвиняемых в участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Так было и с Павлом Северинцем. Кроме отказа в приеме передач, к находящимся в СИЗО КГБ и в Центре изоляции правонарушителей гражданам не допускают адвокатов. Так было и с претендентом в кандидаты на пост президента Виктором Бабарико. При этом и сотрудники Следственного комитета, и оперативники не ограничены в посещениях. Это противоречит правовым гарантиям, закрепленным законодательством Республики Беларусь. При этом Белорусская Республиканская коллегия адвокатов в своем публичном заявлении в ответ на жалобы ряда адвокатов заявила, что угроза заражения коронавирусом все еще велика. Поэтому следует с пониманием отнестись к определенным ограничениям в посещении адвокатами клиентов со стороны администрации режимных объектов. Есть случаи, когда к задержанным не пускают третьих лиц, включая представителей международных организаций. Так, мы знаем, что к одному задержанному не допустили представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, что нарушает право задержанного на получение международной защиты. Более того, администрация следственного изолятора не предложила никаких альтернатив, например, телефонный звонок или видеосвязь. Мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, в стране, которая официально не признала эпидемию коронавируса. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях.